Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. С вами Виктория и мы с вами продолжаем разговор о дизайне карьеры. И в принципе, эту тему можно было бы вместо слова карьера называть дизайн жизни, потому что мы с вами можем быть дизайнерами, архитекторами, творцами своей собственной жизни. И быть дизайнером своей карьеры – это как одна маленькая часть из большого проекта жизни. И сегодняшнее видео я хочу посвятить такой одной очень важной теме, как осознанность. Почему я выбрала эту тему? Потому что действительно это тема, которая позволяет намного эффективнее продвигаться к своей цели. И вот по плану, который вы составили, если вы смотрели мое первое видео, если не смотрели, то, пожалуйста, посмотрите. В первом видео я рассказываю, как построить план по достижению своей цели. И вот чтобы этот план был более эффективен, я предлагаю вам сегодня узнать, что такое осознанность, как с ней работать и как ее развивать, как она может повлиять на вашу жизнь. Итак, одно из определений осознанности – это непрерывное отслеживание ваших мыслей и ваших переживаний. И отслеживание, чтобы ваши мысли и ваши переживания были в настоящем. Если ваши мысли и переживания уходят куда-то в прошлое или в будущее, важно это останавливать вашу мыслемешалку и направлять ваши мысли в настоящее, в здесь и сейчас. Почему это важно? Потому что прошлого нет, вернее оно было, но его сейчас нет. И прошлое невозможно изменить. Будущего оно есть, но оно где-то там далеко, есть сегодня. И важно делать, чтобы в будущем прийти куда-то, важно делать сегодня что-то, поэтому важно отслеживать именно сегодняшний момент здесь и сейчас. Осознанность – это такой навык, который можно развивать и который можно и нужно тренировать. Осознанность – это часть нашего внимания, часть нашей концентрации и так же, как и внимание, повторюсь, все это возможно развивать. Так же, как и различные мышцы нашего тела мы можем тренировать, так мы можем и тренировать наше внимание и нашу осознанность. Что это даст тренировка осознанности? Вы знаете, развивая свою осознанность, результатом вы потом увидите, что результатом осознанности является возможность влияния на все сферы вашей жизни и улучшения во всех сферах вашей жизни. Таких как здоровье, успех, финансовое благополучие и взаимоотношения с близкими, родными и с вашим окружением. То есть вот осознанность, она позволит вам влиять и улучшать все сферы вашей жизни. Как развивать эту осознанность в себе? Есть очень много разных упражнений. Кстати, вот если вернуться к определению, я вам хотела бы порекомендовать, почитать книгу Оша, которая издана по его лекциям. И вот в одной из таких книг есть определение, которое он давал осознанности. Он говорил, что все люди спят, и даже если человек думает, что он проснулся и бодрствует, на самом деле он спит. И для того, чтобы жить осознанно, важно не просто проснуться и быть с открытыми глазами, а важно открыть свои внутренние глаза. И это на самом деле не так просто, но вот эта возможность осознанной жизни позволяет вам выйти из этого состояния сна повседневного. Потому что в нашей жизни действительно многие люди спят с открытыми глазами, спят бодрствуя. Почему? Потому что многие вещи в жизни мы делаем по инерциям, и не задумываемся вообще, зачем мы это делаем, почему мы это делаем. Возможно, какие-то вещи в жизни вообще их не нужно делать, это просто какая-то привычка, и можно от нее избавиться. Вот осознанность вам позволит все это проанализировать и понять, и сделать свою жизнь лучше. Как можно развивать осознанность? Один из способов, это каждый день задавать себе четыре основных вопроса. Кто я? Куда я иду? Как я иду? И зачем я иду туда? И если вот эти четыре вопроса мы с вами их совместим с тем планом по продвижению к вашей цели, которую вы составили после нашего первого видео, если вы еще не смотрели первое видео, пожалуйста, посмотрите. Так вот, используя эти четыре вопроса в каждом вашем действии в настоящий момент, вы будете очень четко понимать, кто я, куда я иду, или можно трансформировать этот вопрос, чего я хочу в жизни, да? А чего вы хотите, вы написали в своем плане, как я иду к тому, чего я хочу, какие я для этого делаю действия, постоянно это прокручивать в голове, осознавать, куда я иду, как я туда иду, да? Эффективно ли я туда иду, или может быть есть какие-то другие способы более лучшие, как я туда иду, и вообще зачем я туда иду, каков результат, для чего я туда иду? Вот эти четыре вопроса, пожалуйста, задавайте их себе ежедневно, особенно очень хорошо задавать себе эти вопросы, когда у вас есть такие сомнения, какой-то дисбаланс, вы не понимаете, нужно вам это делать, не нужно вам это делать. Вот эти четыре вопроса, они всегда вам помогут продвинуться в этом направлении. А на этом я сегодня с вами прощаюсь, желаю вам большей осознанности в вашей жизни, всего хорошего и до новых встреч. Кто не смотрел мои предыдущие видео, смотрите, ссылки сейчас вы видите на экране, и если вы еще не успели подписаться на мой канал, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новинок. Всего хорошего и до новых встреч, друзья, пока!